Эта история совсем нетипична для современности. Она о 17-летней Анне Лаптевой, девушке, которая всю свою жизнь прожила в Тамбове, а чуть больше года назад решила переехать сюда, в Петровский округ, и поступила учиться в школу в селе Рахманино. Но особую любовь Анне испытывает к соседнему, совсем небольшому селу Щегловка, где, как говорит наша героиня, все совсем по-другому. Нетронутая природа, узкие деревенские улочки и скромные дома. В одном из таких живет родная бабушка Ани, Раиса Лаптева, ну или просто баба Рая. В этот раз внучка приехала к ней сразу после уроков. После полудня здесь как раз пора топить печь. Вместе с помощницей это несложно. Есть время и просто поговорить. В такие моменты Аня слушает бабушку с неподдельным интересом, запоминает, а что-то и записывает. Этот блокнот можно считать настоящим словарем диалектизмов. На его страницах только те выражения словечки, которые Аня услышала в Щегловке. Анатось, бичина, заворотенки, ловкачка. Все началось с того, что я просто все лето бывала у бабушки в деревне. Ну и я стала постепенно замечать, что она говорит слова вроде бы, только они отличаются от наших. Я у нее спрашивала, что они означают. Постепенно так начала записывать. Ну не блокнотик сначала, а в телефон. Телефон всегда с собой. А потом спрашивала, что это слово означает. Вот, например, запротенки. Я думала, запротенки это какое-то такое... Ну, она говорит, давай испеку запротенки. А я думала, что это такое? Я представляю себе, какие трубочки завернутые. А это оказались пылины. Так Аня узнала и то, что оладьи еще можно называть пекушками, а картофельные оладушки – это ветчина. Так в Щегловке начали говорить, когда из-за бедности это блюдо здесь считали чуть ли не деликатесом и привыкли. И хотя Раиса Егоровна родилась в столице, родным она считает именно это село, куда ее пятимесячной девочкой привезли после начала Великой Отечественной. За 82 года жизни здесь баба Рая, что называется вдоль и поперек, изучила Щегловку и теперь только радуется интересу внучки к местным особенностям. Бабка Валяна в ней молодая, она в 65-м году. Они так не разговаривали. У нас разговоры везде разные, во всех деревнях. Вот Рахмани-то вот, а у нас разговоры разные. Так я кончила 9 классов. Я нехожу грамотные. Изо всех своих старух я грамотные. Я 9 классов кончила. А куда-нибудь учиться у нее в чем было. Не обуть, не одеть, и голодные. Ну, все мы тогда так разговаривали. Я даже не знаю. Кто нас учил, что ли? Матерям сами сидеть было некогда учить. В школе тоже не учили нас так-то. Сейчас в словаре Ани около сотни щегловских диалектизмов. Десять к ним прибавилось только за прошлые выходные. Школьница гостила у бабушки и узнала, что в этом доме лучше не ягозить. А не зать, то есть есть ночью, не очень-то и полезно для здоровья. Есть в сборнике лаптевых и своего рода историзмы, слова, которые называют то, что больше не используют. Например, дерюшки – это своеобразные половички, или гашник. Это опой у сарафана, вот сейчас, как у бабрай. Да, гашник. Ну, сейчас мы их и не вставляем. Сейчас у нас резинка все время. А манта отбывала все время она. У меня манта уже с 91-го года жила. Это гашники. У них всегда на берегчиках были. Любовью к этим местам пропитан не только словарь. Интересные моменты Аня фиксирует и на камеру. Готовые видеозарисовки в социальных сетях довольно популярны. А еще десятиклассница, которая, к слову, мечтает стать учителем в сельской школе, пишет о Щегловке стихи. Люблю тебя, мой край любимый. В тебе те самые родные, милые картины. Те самые поля, березки и равнины. И петухи поют здесь поутру. Так что берите на лето путевку и приезжайте к нам в гости в Щегловку. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей.